Резко возможно. Но пока остальное экономический блок правительства руководствуется Вашингтонским консенсусом, это приведет только к одному, что Министерство финансов придумывает новые способы стерилизации денежной массы, то есть вывода денег без обращений. Соответственно, решать надо не задачу привязки, в миссии ко всему объему товаров и услуг, как цель, а рассматривать ее только как часть комплекса задач по переводу всего экономического блока на современной экономической теории, а не на догматический либерализм. То есть эта задача нужная, но частная. Я знаю довольно многие общественные движения, рассматривающие какие-то частные задачи, ну скажем, национально-освободительное движение Ходорова, ну вот, партия «Великое Отечество» Старикова. Кстати, надеюсь, что многие московские активисты этой партии помогут мне в компании. Ну и если кто из вас хочет поучаствовать в компании, могу дать реквизиты моего начальника штаба. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что моя задача, как я ее вижу, показать место этих частных задач в едином комплексе и таким образом создать почку для взаимодействия всех этих движений, чтобы они могли, видя свои места в этом общем строю, действовать совместно и поэтому эффективно. А Центробанк, он в частных руках, да? Он в частных руках, принадлежит. Не совсем. Но там в законе не написано его это. Там написано, что он просто подчиняется. Ну, есть де юра, а есть де факто. Принадлежит Центробанк. Принадлежит Центробанк государству как единому целу. Но закон о Центробанке расписан так, что он фактически руководствуется только собственными соображениями. Государство, конечно, может на него влиять, назначая руководителя Центробанка, но, опять же, пока экономический блок правительства ориентирован на Вашингтонский консенсус, то и в Центробанк будет назначаться человек, ориентированный на тот же консенсус. Чтобы это заменить.